Дорогие друзья, я приветствую вас из американской столицы, из американской столицы, где началась та самая неделя, я не скажу долгожданная, но тревожная очень, когда уже через два дня, то есть в ближайшую среду, должна произойти инаугурация следующего президента. Безусловно, нагонять на вас печаль и тревогу, рассказывая вам, во что превращена столица, сразу же вам скажу, что в первый момент, когда по улицам столицы шли боевые машины и там сидели при полной амуниции военные, и их очень много, сопровождаемые кадрами лежащих на полу, причем на холодном раморном полу всех залов Капитолия солдаты, это вызвало и шок, и страх, и ужас, и многое другое. Видимо, для того и было организовано. Но когда прошло уже несколько дней, а прошло достаточно дней, как-то все это уже не то, чтобы попривыкли, но то, что поуспокоились и первый шок в столице прошел. Поэтому, с одной стороны, многократно спрашивая, включая моих знакомых бездомных на улицах столицы, которых отодвинули от Белого дома, теперь, когда есть несколько заборов и преград, но, тем не менее, они нашли себе приют, так вот, многие разного рода жители Вашингтона почему-то относятся к перспективе предстоящей инаугурации очень спокойно. Судя по всему, они хорошо знают, что когда так много говорят о чем-то, что должно произойти, оно как раз-таки не происходит, потому что главное в этом факт или фактор неожиданности. Вот почему я не стану сейчас, как многие-многие другие, пытаться на эти традиционные два У удивить Вас своими, ах, какими, особыми знаниями секретными и угадать, что же все-таки будет. Так вот, ни удивлять, ни угадывать мы до послезавтра не станем, и будем с нетерпением и спокойно, тем не менее, ждать, как же все это будет выглядеть. Иногда вспоминая, как это вообще традиционно бывает, понимая, что все обычные традиции инаугурационные будут нарушены, в том числе и в связи с карантином, а карантин сейчас оказался как нельзя удобным фактором говорить о том, что это отменяется из-за карантина, то отменяется из-за карантина, а вот то и то и то не отменяется, несмотря на карантин. Так вот, дождемся и не будем пытаться удивить и угадать. А вот заодно и угодить кому-то или не угодить кому-то другому. А вот поздравить Вас с сегодняшним календарным праздником я, конечно, хочу, потому что сегодняшний праздник – это нерабочий день, и нерабочий день он уже 21 год, и это день рождения Мартина Лютера Кинга. Ну, справедливости ради, надо напомнить, что вообще-то день рождения Мартина Лютера Кинга 15 января 1929 года, 91 год бы исполнился, если я правильно считаю. Но, тем не менее, для того, чтобы это был удобный и длинный уикенд, решили, что ближайший после этого дня понедельник станет днем празднования дня рождения Мартина Лютера Кинга и будет для всех государственных учреждений нерабочим днем. Ну, вот примерно так, как в Йон-Кипур, если кто-то, не работая в государственном учреждении, все-таки хочет в этот день праздновать день рождения и не работает, то имеет право взять так называемый отгол. Что же касается американской столицы, то она, безусловно, несмотря на то, что Мартин Лютер Кинг и не родился в Вашингтоне, и не умер в Вашингтоне, и не был убит в Вашингтоне, и из его родственников сегодняшних никто не проживает в Вашингтоне. Но, безусловно, он неразрывно связан был, потому что его величие пришло именно в тот самый марш миллиона, когда он повел на Вашингтон борцов против сегрегации за свои права афроамериканцев и на ступеньках мемориала Мартина Лютера Кинга всего 56 ступенек. Но на площадке 12 сверху он сказал свою знаменитую речь «У меня есть мечта», и вот это стало днем рождения Мартина Лютера Кинга великого борца и символа борьбы за права чернокожих. Вот почему Вашингтон является главным городом его жизни не там, где родился, а там, где пригодился, как говорится. И вот каждый год именно в этот день происходят, опять же, мероприятия, связанные с памятью Мартина Лютер Кинга. Кстати, о памяти. Память в определенные периоды была увековечена, и в Вашингтоне в том числе. Ну, так, например, в 86-м году прямо в большом ротондовом зале Капитолия открыли бюст Мартина Лютера Кинга. Трудно даже себе представить, с какими сложностями и трудностями сопровождалась эта идея. И, наверное, этому придется посвятить сегодняшнюю передачу ГАДБЛС Америки. И, в основном, вернуться к этому разговору. Потому что многие считали, что это исключение из правил. Там должны стоять только государственные официальные деятели, президенты или что-то в этом роде. И поэтому долгие годы вновь и вновь блокировал Конгресс эту идею. Но пока, наконец, все-таки она прошла в удобный момент. И после 68-го года его смерти до 86-го, как понимаем, это достаточно серьезный срок, но, тем не менее, открыли еще, вдова присутствовала и успела увидеть этот бюст. Но этого оказалось недостаточно. Вот почему тогда же возникла идея и тоже растянулась на долгие годы, реализован был окончательно только в 2011 году. Это большой в Вашингтоне мемориал Мартина Лютеру Кингу. Если Мартин Лютер Кинг в ротондовом зале Капитолия, это черный мрамор и черный бюст, то мемориал, и на это есть очень симпатичная история, из белого гранита. И это огромный, можно сказать, парк, состоящий из нескольких скульптур, одна из которых это из скалы, вырисовывается во весь рост стоящий Мартин Лютер Кинг. Да, конечно, учитывая особые настроения и особый режим, а Вашингтон продолжает оставаться городом сложного режима, чрезвычайного, я бы сказала, вот особая охрана сегодня дополнительно у мемориала Мартина Лютеру Кинга. То есть для того, чтобы не было никаких митингов, как с одной, так и с другой стороны, и не было даже никаких акций вандализма, что тоже не исключено, там усиленная охрана. Так что мероприятий традиционных у мемориала сегодня не будет. Как же упомянет этот день в своей работе будущий президент, пока непонятно. Но что касается бывшего, или не бывшего, а сегодняшнего, но уже уходящего Нональда Трампа, то, знаете, я бы даже сказала, вызывающий и как-то с большой иронией каждый день появляется в официальном расписании на каждый сегодняшний и последующий день его расписание, где нет никаких мероприятий. И только написано, что президент, не покладая рук с утра до поздней ночи, совещается, делает звонки и так далее. И даже, судя по всему, уже имеет доступ обратно к Твиттеру, но никаких серьезных заявлений Трамп ни вчера в выходной день, ни позавчера, ни сегодня в праздничный не сделал. Так что будем следить и за этим. Я же приглашаю вас не только в путешествия, а их расписание уже опубликовано на моем сайте, но и на нашу встречу в рубрике «Гад Блесс Америка без 15.2» после полудня. И еще и еще раз желаю вам большого здоровья. С любовью к вам из Вашингтона. Ваш человек в DC Анна Топоровская.